Девушки отдыхают Девушка выбрала не случайно. Она назвала сына в честь волонтера, который помог ей год назад. Тогда же девушка стала героиней нашей программы. Все, что было до знакомства с нами, вспоминает как страшный сон. Она спала по подвалам, по люкам, по лесам. Где придется? По дереву могла лечь. Более 10 лет Елена вынуждена была жить в таких нечеловеческих условиях. Квартиру у девушки отобрали сразу после смерти родителей. Без защиты и поддержки она стала бомжем. Как ты находила еду? Она пока не ром лазить приходилась. Приходила зарабатывать. Проходила за жутерков ходить, просить. Особенно зимой – это частый случай, особенно в Киеве. Вот в таких условиях мы нашли беременную Елену прошлой весной. Тогда в Одессе прозвучала шокирующая новость. Был обнаружен труп младенца. Проблема оголилась и стало ясно, что бездомные женщины часто уходят рожать в подвалы. Где не способны самостоятельно оказать необходимую помощь ни себе, ни малышу. После этого события волонтеры провели ревизию, чтобы найти других бездомных беременных женщин, помочь им и предупредить беду. Елена во время встречи с нами и волонтером Тамерланом уже была на девятом месяце. Мы помогли ей попасть в родильный дом. Думаю, что будет мальчик все-таки. Почему? Как вы это ощущаете? Я думаю, во-первых, потому что он сильно часто бьется, а во-вторых, потому что у меня, скажем так, интуиция. Интуиция не подвела. И на следующий день, 25 апреля, Елена родила мальчика. Вес 2,5 килограмма, рост 48 сантиметров. Так как близких или родственников у девушки нет, как и нет особой надежды на биологического отца ребенка, навещали молодую маму с малышом мы с волонтером Тамерланом. Привозили продукты, вещи и необходимые лекарства. Лена вчера поступила к нам днем в 15.30. В потужном периоде родила ребеночка доношенного, здорового, хорошего. Сейчас, но дело в том, что поскольку она была не обследована, сейчас она проходит период обследования. Они меня спрашивают, я буду забирать его или я буду его страдать. Я тоже буду забирать, а куда вопрос? Мамы с папой у меня уже нет. Брат тоже покойный. А с родственниками они все меня послали. В больнице ребенка на руки Елене разрешили взять только на пятый день. Кто бы мог подумать, что женщина, которая вела такой страшный образ жизни среди алкоголиков и бомжей, может настолько бережно обращаться с младенцем. Она держала его в объятиях, успокаивала и качала. Теперь Елена поняла, она мама и несет ответственность за жизнь нового маленького человека. Тогда мы не знали, сможет ли она социализироваться в новой жизни, получится ли у нее забыть о приемке, как о страшном сне. Но у нее получилось. Менять такую сложную судьбу взялся Центр матери и ребенка в Татарбунарах. Сейчас у Елены другая жизнь. Она с малышом в селе Струмок Одесской области, в Центре матери и ребенка. Там ее научили стирать, убирать, готовить, кушать и ухаживать за своим сыном. Нас там кормят, одевают, обывают, помогают. Дают крышу над головой, скажем, у каждого своя комната. Хочу семью, хочу доману купить дом. Хочу, чтобы он сам кушал, сам ходил. Чтобы у него было все хорошо в жизни. Чтобы он не пил, не курил. Чтобы он никогда мою судьбу не повторил. Как бы там в жизни не было, тяжело, надо бороться за свою судьбу. Надо бороться и надо иметь силу воли, чтобы двигаться отсюда, с этого болота, в котором мы были. Этот случай единичный. Людей по разным причинам, оказавшихся на улице, много. И мы вместе с волонтерами продолжаем работать с ними. Помогаем обрести нормальную жизнь, какую обрела Елена. Это приемка в самом центре города. Мы встречаем человека, который фактически гниет заживо. Вызываем скорую помощь. Мы сюда ездим по 10 машин, по 20. Они тут наливают им все, что хотят. От этого они тут зимой мерзнут, перемерзают. Потом начинают обморожение гноиться. И вот это вот весь прелест. Одесса лидирует среди других городов по количеству бездомных. Здесь для них благоприятные условия. Бомжам тоже хочется жить возле моря, в парках и скверах. Они попрошенничают на улицах и просят милостыню возле магазинов. Вызывают жалость у туристов. На самом деле это огромная проблема. Вот как решают ее в США. Проблема безпритульности существует по целой планете. Но в каждой стране ее решают по-разному. Для примера, в США безпритульность дается право на получение безкоштовного социального житла, право на получение безкоштовного социального и медицина помощи, а также получение денег и готовых денег для собственных потреб. Для примера, в городе Нью-Йорк, тим людям, которые отморожаются от социального житла и проживания в пенсионатах, и готелях, существуют специальные пересылочные автобусы, где без хаченки могут час от времени прийти душ, выпрати свои вещи и сделать все свои необходимые дела. Как правило, такие люди не представляют грозы для общества и оточек. Не представляют. Субтитры создавал DimaTorzok